Слава Украине! Приветствую от Полонского. Очень интересные новости приходят из Ростовской области, с Ростовской атомной электростанции. Друзья мои, там происходит нечто непонятное. Цепь событий выглядит следующим образом. 16 числа в результате поломки генератора на оборудовании вылетел из производственного цикла и был заглушен один из реакторов Ростовской атомной электростанции. Окей. Блэкаут распространился практически на всю Ростовскую область, ударил по Краснодарскому краю, Корочевой Черкесии, ну там много чего. Ставропольский край, насколько я понимаю, доползло даже до Дагестана дело. То есть много где. А, временно оккупированный Украинский Крым, то же самое. Блэкауты периодически. Отключение света постоянное. Блэкауты периодически, отключение света постоянное. Но дело не в этом даже. Дело даже не в отключениях света. Но, как оказалось, поломка гораздо серьезнее, чем говорили аршистские власти. И сейчас уже говорят о том, что авария на самом энергоблоке. Не только на оборудовании вокруг него, но и на самом энергоблоке. И это уже очень интересно и опасно. Более того, некоторые блогеры утверждают, что идет или был, или идет выброс радиации. И эта радиация движется так по направлению северо-восток. Где-то вот так, плюс-минус. То есть не в сторону, слава богу, не в сторону Украины. Конечно же, аршисты верещат не своим голосом о том, что станция в полном порядке. Ага, верим. И работает, как обычно. Ага, верим, верим. А все отключения из-за избыточного потребления электроэнергии, из-за аномальной жары. Еще охотнее верим, что из-за этого все это дело идет. Я вам скажу одно. Приблизительно такую же пургу. Я-то очень хорошо помню 1986 год. И вот пургу, которую несли тогдашние власти, да, Советского Союза, Горбачевские. Прекрасно помню. Что нам только не рассказывали. Мы здесь в Киеве сидели. Ну, чепуху просто мололи. 26-го вообще ничего не говорили. 27-го, 28-го говорили, что это все ерунда. Ничего страшного. 1 мая нас погнали на парад. А потом, правда, началась эвакуация. Но там еще были, знаете, совковые власти. Они, как бы вам сказать, не имели хоть какое-то понятие о чести и совести. А вот эти сейчас там на России тоже вообще временщики. Воры. И они никогда ничего не скажут. Я не хочу сказать, что там на блоке АЭС ситуация такая же, как на Чернобыльской станции. Я не думаю, что это так. Нет. Но то, что там произошла утечка радиации, это, судя по всему, правда. И то, что это скрывают власти по привычке, это тоже правда. Дабы не вызвать какой-то там жуткой паники. И сейчас там аккуратно посевается, значит, радиация обширной территории на северо-восток от этой самой станции. Вот это, скорее всего, правда. Так что, ну что, нам просто за этим стоит наблюдать. А тем, кто проживает там рядом с этой АЭС по озвученным мной направлениям, ну, я бы на вашем месте текал, если есть возможность. Ну, а если нет возможности, ну что, вероятно, будете, ночью фонарик вам не понадобится, будете светиться.